В эфире канал ОТС программа «Экстренный вызов». Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вопросы о продлении стражей и участии присяжных решали за закрытыми дверями. Анатолия Радченко доставили в областной суд под конвоем. Устроив в гараже амфетаминовую фабрику, новосибирский мебельщик нашел противозаконный способ подзаработать. Пойдут под суд за любовь к шаурме. Двое предполагаемых разбойников предстанут перед Фемидой за вооруженное нападение. За одно заседание вопрос с присяжными не решили. Легендарного Челентана, предполагаемого руководителя Труновской банды киллеров, сегодня доставили в Новосибирский областной суд. Но кто рассмотрит дело Анатолия Радченко, пока не ясно. Предварительное заседание по делу Анатолия Радченко, известного как Челентана, началось сегодня. Предполагаемого киллера доставили в зал суда под конвоем через специальный коридор, чтобы избежать встречи с не имеющими отношения к процессу людьми. Напомню, после того, как силовики ликвидировали банду Трунова, а ее активные члены оказались за решеткой, Радченко спешно покинул страну. Несколько лет он скрывался в Чехии, затем переехал в Австрию и уже там был задержан. В 2014-м беглеца экстрадировали в Россию. Расследование его подвигов заняло почти три года. Радченко обвиняется в руководстве структурным подразделением преступного сообщества под руководством Трунова. Кроме того, обвиняется в создании и руководстве вооруженной преступной группой и бандой, в составе которой при его организации были совершены убийства четырех лиц, кроме того, покушение на убийство еще трех лиц. Также он обвиняется в совершении мошенничества в отношении Ганеева, в покушении на мошенничество в отношении Останинах, а также в вымогательстве в отношении Добыльнинах. Сегодня в закрытом заседании Фемида решала, кто именно будет рассматривать дело. Предполагаемый член банды Трунова попросил суда присяжных. Разрешение этого ходатайства отложили до следующей недели. Если его удовлетворят, заседателям придется ответить на два вопроса. Виновен ли Анатолий Радченко и заслуживает ли он снисхождения? На основании вердикта непрофессиональных судей будет вынесен приговор. Забрал арестованное имущество и вместе с семьей переехал в другой регион. Новосибирские судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова, отца подростка, жестоко расправившегося со своей сверстницей. Прошлой осенью суд приговорил несовершеннолетнего убийцу к 9 годам воспитательной колонии и принудительному лечению у психиатра. Кроме того, Фемида обязала семью Коньковых выплатить родителям потерпевшей Карины Залесовой 2 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда и возместить еще 300 тысяч материального ущерба. Но до сих пор на счет Юлии и Сергея не поступило ни копейки. Судебные приставы констатируют, арестованного имущества не хватит, чтобы погасить долг перед взыскателями. Коньковы должны не только Залесовым, но и двум банкам. Мы можем принять решение по распределению денежных средств, это когда уже заложенное имущество пройдет этап реализации. Если оно реализуется, то у нас оно оценено в 3 миллиона 250 тысяч, а сумма долга перед банком у нашего должника 2 миллиона 161 тысяч. Соответственно, вот эта разница, она пойдет на погашение долга взыскателям. Приставы планируют пустить с молотка изъятые у Конькова 6 единиц оружия. Кроме того, исполнители обратились с иском в суд, чтобы выставить на продажу доли Игоря Конькова в уставных капиталах нескольких фирм. Впрочем, официально должник сейчас нигде не работает, как возможно и его компании. За неисполнение судебного решения пристав уже выписал в отношении Игоря Конькова 5 административных протоколов. Во все тяжкие новосибирский сборщик мебели открыл подпольную нарколабораторию, но вскоре оказался в руках полицейских. Автомобиль имеется что-либо на причемном беженском оборуде? Что именно? Этого человека взяли с поличным в тот самый момент, когда он уже передавал покупателю сверток с наркотиком. Полицейские осмотрели салон автомобиля задержанного и обнаружили там еще несколько упаковок с подозрительным белым порошком. Позже эксперты выяснили. Изъятое вещество – амфетамин массой более 6 граммов. Как было установлено, производство амфетамина организовал 33-летний житель Калининского района. Ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранителей и работал сборщиком мебели. Психотропное вещество подозреваемый самостоятельно изготавливал в собственном гараже. Фасовал на разовые дозы и распространял среди клиентов контактным способом по схеме из рук в руки. Оперативники выяснили. Предполагаемый наркоторговец арендовал гаражный бокс, но использовал его не для того, чтобы хранить автомобиль. В неприметном помещении химик-самоучка оборудовал самую настоящую лабораторию по изготовлению амфетамина. Полицейские обнаружили и изъяли оборудование, прекурсоры и другие атрибуты цеха для незаконного производства наркотиков. Правоохранители выяснили. Его создатель не имеет специального образования, все знания по химии он почерпнул из интернета. Реагенты для изготовления амфетамина также заказывал через всемирную паутину. В отношении талантливого мужчины возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыть наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 15 лет за решеткой. Герою воздали по заслугам. Президент России подписал указ о награждении медалью за отвагу сотрудника охранной фирмы из Новосибирска. Полтора года назад Чоповец помог задержать вооруженного налетчика и получил при этом огнестрельное ранение. В конце декабря 2015 Артем Семелик охранял ювелирный магазин на улице Громова в Кировском районе Новосибирска. Около 7 вечера в торговый зал вошел весьма странный персонаж в маске, белом масхалате и с винтовкой наперевес. Злоумышленник сразу заявил о своих недобрых намерениях. Артем приказал работницам укрыться за стальной дверью ломбарда. Однако одна из девушек не успела спрятаться. Пытаясь ее спасти, сотрудник Чопа решил отобрать у злодея оружие. В ходе завязавшейся борьбы раздались два выстрела. Ну выстрела я не почувствовал. Попер на него. Схватил ружье за цевьё и за рукоять. За себя потащил. А потом его на витринок потащил. Думаю, что отберу. Мне повезло, что еще был один покупатель, который помог мне. На помощь пришел Владимир Шумков, который тоже оказался сотрудником охранного предприятия. Используя прием из боевого самбо, мужчина быстро уложил оппонента на пол, а еще державшийся на ногах, раненый Сомелик отобрал у него карабин и только потом упал без сил. Артема госпитализировали в тяжелом состоянии, а разбойника задержали прибывшие на место полицейские. Спустя три месяца оба героя схватки за проявленную смелость получили награды от областного главка МВД. Благодарю вас за то, что вы свой гражданский долг выполнили так, как вы его должны были. Спасибо. Дробное ранение в живот едва не стоило Артему жизни. Врачи буквально вытащили парня с того света. Потом были две операции и долгий период восстановления. Тем не менее, после года больничного молодой человек вернулся в профессию. Например, сегодня он несет службу в зоопарке. Артема все время поддерживали родные, коллеги, начальства. Родина тоже героя не забыла. Президент России своим указом наградил Артема Сомелика медалью за отвагу. Поначалу не поверил. Думал, что может быть кто-то прикалывается. Написали в интернете, что писали смс, что вам награда, медаль. Я не поверил. Мне родные первые узнали в интернете. Потом начальство узнало, поздравило. Друзья с утра позвонили, знакомые. Ну а Руслан Табаченко, который пытался ограбить ювелирный магазин и тяжело ранил смелого охранника, в итоге получил по заслугам. Кировский районный суд приговорил разбойника к 13,5 годам колонии строгого режима. Леонид Вишенко, Алексей Погодин. Экстренный вызов. Пошли за шоурмой с пистолетом и за это предстанут перед судом. Дело о нападении на павильон быстрого питания рассмотрят в Кировском суде Новосибирска. Фемидов в ближайшее время приступит к изучению материалов по уголовному делу о вооруженном налете на палатку шоурмой. В ночь на 31 марта двое молодых новосибирцев ворвались в павильон с донерами, избили продавца и, угрожая ему пистолетом, похитили из кассы 4000 рублей. На дело криминальный дуэт надел черные маски. Однако это не помогло ему идти от полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска управления Медроссией по городу Новосибирску и отдела полиции номер 8 Кировский установили личности подозреваемых в совершении преступления жителей Кировского района в возрасте 19 и 25 лет и задержали их. Оба гражданина ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Теперь участникам криминального дуэта предстоит ответить за групповой вооруженный разбой. Налетчикам грозит до 15 лет тюрьмы к каждому. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин